Все, что мы пытаемся сделать, это найти предприятие, которое, как нам кажется, мы сможем понять, где нам нравятся люди, которые им управляют, и где цена имеет смысл по отношению к будущим показателям. Если вы пытаетесь перепрыгнуть с цветка на цветок среди таких групп, я думаю, вам, вероятно, придется заниматься этим долго, потому что я не уверен, что вы можете выбрать постоянных победителей. В наши дни покупка бизнеса на Уолл-стрит настолько проста, что вы можете купить любой бизнес в 10 часов, а продать его в 10.05, и стать владельцем General Electric в 10.10. Вся эта легкость, с которой это можно сделать, заставляет людей делать много действий, которые не имеют особого смысла. Вы знаете, Питер Линч всегда говорит, покупай бизнес, который настолько хорош, что любой идиот может им управлять, потому что рано или поздно так оно и будет. И все, что я знаю, то это то, что если я куплю правильный бизнес по правильной цене, и с правильными людьми, то со временем у меня все будет замечательно. Встречайте одного из самых успешных инвесторов в мире, Уоррена Баффета. Он добился этого статуса благодаря тому, что он с честностью и верностью инвестировал свои, а также чужие деньги. Начиная с 60-х годов он руководил инвестиционным партнерством, которое зарабатывало замечательную среднегодовую прибыль почти в 30% в год в течение 13 лет. В 65-м он заплатил 12% за акцию компании под названием Berkshire Hathaway, а в 1995 году Berkshire Hathaway, который сейчас является инвестиционной холдинговой компанией, торговался на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене более 25 тысяч долларов за акцию. Базируясь в Амахе, штат Небраска, Berkshire Hathaway владеет акциями таких крупных компаний, как Coca-Cola, Gillette и Capital Cities, а также имеет 100% доли в таких небольших компаниях, как Seas Candies, H.H. Brown Shoes и мебельного магазина под названием Небраска Furniture Mart. В 1994 году журнал Forbes назвал Уоррена Баффета вторым самым богатым человеком в мире, но он известен гораздо больше не только своим богатством. Его здравый подход к принятию деловых решений вызывает всеобщее восхищение за его остроумие и мудрость. Далее вы узнаете о том, как Уоррен Баффет выбирает компании для покупки и о его взглядах на прогнозирование движения фондового рынка, а также о некоторых его фаворитах, включая 101-летнюю Розу Блюмкин, основательницу мебельного магазина в Небраске. Выбранный формат беседы является тем самым, от которого Уоррен получает наибольшее удовольствие. Диалог с группой студентов, которым предлагается задавать любые вопросы, которые им нравятся. Уоррен начинает с истории недавней катастрофы в финансовом мире, которая случилась с Salomon Brothers. Уоррен Баффет занял пост председателя Совета директоров и его первой задачей было найти подходящего человека для управления компанией. Слово предоставляется Уоррену Баффету. Несколько лет назад я получил большой урок в работе с безработицей. 14 августа 1991 года мне позвонили в четверть седьмого утра, это было высшее руководство Salomon. И в четверть седьмого они сказали мне, что глава ФРС Нью-Йорка, который был весьма влиятельным человеком в финансах, сказал им, что высшее руководство поступило неприемлемо, и поэтому они собирались подать в отставку, и не было никого, кто мог бы управлять этой компанией. Это было предметом некоторого беспокойства, потому что в то время Salomon имел баланс на сумму 150 миллиардов долларов, из которых около 4 миллиардов составлял их собственный капитал, а остальные 146, они были должны кому-то другому. И это была самая большая сумма долга среди всех американских корпораций, за исключением разве что Ситикорп в то время. Это было больше, чем обязательства Prudential Insurance Company, больше, чем обязательства Bank of America или Merrill Lynch или American Express. Больше чего угодно. К тому же, была еще одна проблема с этими 146 миллиардами. Очень большой процент этих обязательств должен был быть погашен в ближайшее время. В течение нескольких недель. Что ж, такова была ситуация, поэтому я вернулся в Нью-Йорк в тот же день, в пятницу, и тем же вечером я встретился с этими людьми. И одна из проблем, с которой я столкнулся на следующей неделе, заключалась в том, что мне нужен был кто-то, кто смог бы управлять этим местом. А там работало 8 тысяч человек и 150 миллиардов балансовых активов и обязательств. Вдобавок, это был очень сложный бизнес. По сути, кто-то должен был ежеминутно принимать решения за каждое действие, потому что я должен был иметь дело с регулирующими органами, законодателями и другими людьми подобного рода. Так что я встретил 12 человек, примерно 12 в тот вечер, и, возможно, я знал четверых или пятерых в лицо, и, вероятно, 5, 6 или 7, которых я не знал, но, возможно, знал их имена. И тогда я проводил собеседование с этими людьми, делая то, что для меня было самым важным наймом из всех, что мне когда-либо приходилось делать. Это может вас заинтересовать, потому что, когда вас нанимают, это один из самых волнительных моментов, но, возможно, человек, который нанимает вас, испытывает то же самое. Хорошая новость в том, что я не спрашивал их оценки в бизнес-школе. И плохая новость, конечно, в том, что я не спрашивал их, были ли они вообще в бизнес-школе. Я никогда не смотрел на резюме, так как это не имело бы никакого значения. Я знал, что у всех 12-ти был достаточный уровень интеллекта, чтобы справиться с работой, и никто бы не дошел до этой должности в фирме, не будучи достаточно умным. Знать все инструменты и знать, как работают рынки и все такое. Так что это были вопросы не про IQ, а просто о том, чтобы узнать, как работают их мозги. И вы можете сказать людям, что они очень самонадеянны. Это очень легко сделать, и я уверен, вы найдете несколько таких людей, работающих в инвестиционной сфере. И знаете, вероятно, мы могли бы определить тех, у кого будет недостаточно смелости в такой ситуации, как эта. Но я хотел те же самые качества, о которых Бен Франклин писал пару сотен лет назад. Людей, которые всегда готовы дать другому человеку больше внимания, чем себе. Людей, которые не халтурят, и тех, кто выполняет все свои обещания, и даже делают немного больше. И по сути, мне очень повезло, потому что я нашел этого человека. Парня по имени Деррик Моган. И уже на следующей неделе он собрал совет директоров, и на тот момент у нас было много сложностей. В зале собралась толпа из 200 репортеров. Вероятно, премьер до такого размера аудитории пришла в то воскресенье послушать нас, чтобы осветить эту историю. И я вышел вперед. Я просто подошел к Деррику, постучал ему по плечу и сказал «Вперед». И мы пошли прямо в зал, где нас дожидались около 200 репортеров. Они засыпали его вопросами в течение трех часов после того, как он зашел на трибуну и за две минуты дал объявление о том, что он будет руководить компанией. Месяц спустя Деррик Моган так и не спросил меня, сколько ему будут платить. Вопрос о его зарплате никогда не поднимался. Забудьте об опционах на акции или всем таком в этом роде. Он никогда не спрашивал об этом. Он просто подошел и, не сказав ни слова об этом, взялся за работу. Работал по 18 часов в день в течение многих месяцев. Проявил сверхъестественное суждение о том, что нужно мне донести, а что нет, и много разных вещей, подобных этой. Знаете, я часто использую эту историю на занятиях, при этом дополняя ее. Представьте, что если бы вы заглянули сегодня под свой стул, и один из вас выиграл бы счастливый билет, и выигравший должен был бы выбрать одного из своих одноклассников, с которым вы вместе в течение нескольких лет. И вы должны выбрать одного из своих одноклассников, вы могли бы взять кого угодно. И у вас только час на принятие решения. А после этого вы получали бы 10% от заработка этого человека до конца его жизни. Единственное, что вам нельзя выбирать одноклассника, у которого самый богатый папа, но вы вольны выбирать любого другого. О чем бы вы подумали в этот час? В плане того, кого бы вы выбрали? Подумали ли вы о том, у кого самые высокие оценки в классе? Вероятно, нет. Подумали ли вы о том, у кого самый высокий IQ? Вероятно, нет. Может быть, того, кто лучше всех выглядит? А, тоже вряд ли. Много бы мыслей пролетели у вас в голове, и я думаю, вы были бы поражены тем, что большинство из вас остановились бы на относительно небольшом количестве людей. Но самое интересное то, что, когда вы думаете о том, что происходит с вашими мыслями, вы не думаете о тех вещах, которые невозможно достичь самостоятельно. И вы не думаете о том, кто может прыгнуть на 7 футов, или о том, кто может бросить футбольный мяч на 65 ярдов, или о том, кто может назвать число пи до 300 цифр, или еще о ком бы то ни было. Вы думаете о целой куче качеств характера. И правда состоит в том, что каждая из этих качеств доступна. Все это в значительной степени дело привычки, как говорил Бен Франклин. И, собственно, мой бывший босс Бен Грэм, когда ему было 12 лет, записал все качества, которыми он восхищался в других людях, а также записал качества, которые он находил неприемлемыми. После этого он посмотрел на этот список, и там не было ничего о способности пробежать 900 метров за 9 или 6 секунд или прыгнуть в высоту на 7 футов. Это был просто вопрос решения, собираетесь ли вы быть таким человеком или нет. И когда вы молоды, у вас действительно есть такая возможность. Когда вы становитесь старше, это становится труднее, потому что, как кто-то однажды сказал, цепи привычки слишком легкие, чтобы их почувствовать, пока они не станут слишком тяжелыми, чтобы их сломать. И в плане поведения, вы знаете, я вижу это все время. Поэтому самое лучшее время для формирования правильных привычек в раннем возрасте. Правильные привычки — это те привычки, которыми вы бы восхищались в ком-то и хотели бы получать 10% от такого человека. Они абсолютно достижимы. И если бы вам пришлось зашортить еще одного такого же человека из вашего класса, то, вы знаете, вам пришлось бы снова платить уже 10% от их заработка. Опять же, вы бы не стали выбирать человека с самыми низкими оценками или что-то в этом духе. Вы бы подумали о человеке, который всегда халтурил или требовал похвалы за то, чего никогда не делал. Однажды появившиеся все эти мелочи, которые кажутся пустяками, определят, есть ли у вас двигатель мощностью 300 лошадиных сил, и получите ли вы на выходе те же самые 300 лошадей или меньше. И люди, которые, как я вижу, хорошо функционируют, не обязательно имеют самые большие двигатели, но это люди с самыми эффективными двигателями. И именно эти качества характера действительно имеют большое значение. Поэтому я посоветовал бы вам подумать о человеке, которого бы вы купили в лонг на 10%, и о том, кого вы хотели бы продать в шорт на 10%. И подумайте, почему бы вы это сделали. А затем спросите себя, что в этой левой части списка есть такого, чего я не могу добиться сам. А что в правой части списка такого, от чего я не могу избавиться, если обладаю этим. И в конце концов вы решите, что вы собираетесь быть человеком, которого вы сами купили бы на 10%. Ну, достаточно проповеди, я бы хотел ответить на вопросы, и чем они ужаснее, тем лучше. Когда я читал ваш отчет, мне показалось, что вы, Чарли Мангер, анализируете компании очень интересным способом. Не могли бы вы рассказать нам о финансовом анализе, который вы проводите в компаниях, будь то, например, Ферниче Март Розы Блюмкин или Кока-Кола. Да, это хорошие примеры. Нембраска Ферниче Март в Амахе, которая работает на одном месте, стоит 230 миллионов долларов за весь бизнес. Это в два с лишним раза больше, чем бизнес любого другого мебельного магазина с единственным магазином мебели в стране. И он на самом деле еще не управляется, но Роза все еще является духовной главой этого магазина. Женщине по имени Роза Блюмкин исполняется 101 год в декабре, и она приехала сюда и осела в Сиэтле с биркой на шее, и она не могла вымолвить ни слова по-английски. Красный Крест сначала доставил ее в Айову, а потом она приехала в Амаху и открыла магазин, после того, как привезла с собой семь братьев и сестер, а также свою мать и отца из далекой Российской империи. Она открыла магазин с 500 долларами в кармане, а сейчас у нее магазин с оборотом в 230 миллионов долларов. Она работает 7 дней в неделю, она работает даже когда мы здесь с вами разговариваем. Она будет работать в воскресенье, и это просто удивительная женщина. И кульминация — она разгромила всех конкурентов в этом бизнесе. Но самое удивительное заключается в том, что она не может читать без ошибок, хотя ее магазин зарабатывает 22-23 миллиона долларов до вычета налогов в этом году. Но если бы вы ей сказали, что это комната размером 47 на 38, то она сказала бы вам, сколько здесь квадратных метров, мигом посчитав все это в голове. К тому же она бы посчитала цену и добавила бы налог с продажи, и кое-что скинула бы, потому что вы ей понравились. Вы знаете, это реальная история. Так что я бы сказал, что это был весь анализ, который вам нужен, если вы захотите купить бизнес, которым управляет кто-то один или семья, аналогично ведущие дела. Таким образом, наши общие расходы на юридические и бухгалтерские услуги при покупке этого бизнеса составили 14 сотен долларов, и это был одностраничный контракт. В нем просто подтверждалось, что она владеет этим местом, и что я собираюсь получить большое право собственности. И не было никакого аудита. Я никогда не проверял, какие были записи о недвижимости на 60 акрах в Амахе, и что-нибудь такое в этом роде. Но я просто знал, что все, что она говорит, является правдой. И вы чувствуете себя очень комфортно, покупая такой бизнес. Думаю, что любая хорошая инвестиционная идея может быть изложена в одном абзаце. Я имею в виду, что сейчас существует много разных инвестиционных идей, которые я не могу понять. Но я действительно сильно верю в Миссис Би и работаю с тем, что я называю своим кругом компетентности. И самое важное заключается в том, чтобы заниматься только тем, что находится внутри этого круга. И важно не то, насколько велика его площадь, а то, насколько хорошо вы определили периметр. Если вы знаете, где находятся границы вашего круга компетенции, то у вас все намного лучше, чем у того, чей круг в пять раз больше, но с нечетко определенными границами. И я могу понять некоторые виды простого бизнеса и просто не могу понять сложные предприятия. Знаете, Кока-Коле уже 110 лет, и сейчас по всему миру ежедневно продается 750 миллионов порций их продукции объемом 300 миллилитров. Потребление на душу населения растет практически в каждой стране мира. По прошествии 110 лет или около того, компания занимает 47% всей доли рынка безалкогольных напитков во всем мире за пределами Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты составляют 41%, и при этом увеличивают свою долю каждый год. Это не очень сложно. Нужно лишь подумать, является ли этот продукт в некоторой степени долговечным, что, как я думаю, проиллюстрировано выше. И является ли он привлекательным и универсальным для всех, что, безусловно, так и есть. А затем понять, есть ли у него честное и компетентное руководство, управляющие им, что, несомненно, тоже подходят под данные критерии. Питер Линч всегда говорил, покупайте бизнес, который настолько хорош, что любой идиот сможет им управлять, потому что рано или поздно так оно и будет. И мы хотели бы купить такой бизнес, а затем мы хотели бы, чтобы им управлял потрясающий менеджер. И у нас было два потрясающих человека, которые управляют им сейчас. Все, что мы пытаемся сделать, это найти предприятие, которое, как нам кажется, мы сможем понять, где нам нравятся люди, которые им управляют, и где цена имеет смысл по отношению к будущим показателям. И когда я нахожу что-то подобное, я люблю покупать настолько много, настолько хватает кармана. И храню их, ведь так трудно найти для них замену. Мистер Баффет, как вы понимаете, когда продавать бизнес, и когда наступает время для этого? Время для продажи действительно великолепного бизнеса никогда не наступает. Потому что продавать замечательный бизнес из-за того, что его цена кажется немного высокой или низкой, почти всегда является фатальной ошибкой. И мне потребовалось много времени, чтобы научиться этому. Но я еще не до конца усвоил этот урок. Все-таки редко имеет смысл продавать хороший бизнес, если вы действительно верите, что долгосрочная экономика бизнеса просто потрясающая. И очень редко бывает смысл продавать его сейчас. Если вы попадаете в какую-нибудь технологическую компанию, где пять парней в гараже делают что-то, что изменит всю индустрию, что в любом случае за пределами моего понимания, если вы пытаетесь перепрыгнуть с цветка на цветок среди таких групп, я думаю, вам, вероятно, придется заниматься этим долго, потому что я не уверен, что вы можете выбрать постоянных победителей. Но я бы сказал, что вы должны быть проще в этом плане. Например, мы владеем большим пакетом акций Gillette. В мире используется 20-21 миллиард бритвенных лезвий в год, и 30% из них — это Gillette. И занимают они 60% по стоимости. В некоторых странах, таких как Канада, Мексика, у Gillette 90% доля рынка. Когда вы находите то, что существует так долго, как бритье, и вы находите компанию, которая имеет большую инновационную силу с точки зрения постоянной разработки лучших бритвенных станков, плюс дистрибьюторские возможности и расположение людей к этому товару, и это стоит всего лишь 20 долларов в год. То есть вы понимаете разницу. Это то, что вы делаете каждый день. Я, конечно, надеюсь, что вы делаете это каждый день. И за 20 долларов в год вы получаете потрясающий опыт бритья. Теперь мужчины не склонны бриться, заморачиваться на каждом движении, так что вы получаете прекрасный опыт. Кто знал про лезвие Уилкинсон 30 лет назад, имел шанс на такой период. И они не воспользовались этим. Они просто выпустили лезвие из нержавеющей стали. Но вряд ли в этом что-либо сильно изменится. А я люблю бизнес, где, как мне кажется, я знаю, что будет через 5, 10, 15 или даже 20 лет. Мне кажется, я знаю, что будет из себя представлять Gillette, и я думаю, что знаю, что будет из себя представлять Coca-Cola. Представьте, что вы комфортно спите, и подумайте о 2,5 миллиардах мужчин, у которых растут волосы, пока ты спишь. После этого у вас не будет проблем со сном. Представьте в этом возможность для инвестиций. И в этом вся прелесть инвестиционного бизнеса. Мне не нужно быть правым во всех этих компаниях, которые я не понимаю. Мне не нужно думать о системах Oracle или Microsoft или DuPont. Я просто должен быть прав в одном решении в год, и это прекрасный бизнес. Я работал какое-то время в магазине, не спрашивайте меня, почему. Но если у моего конкурента был кондиционер, то и у меня был бы кондиционер. Если бы мой конкурент предлагал 18-месячные сроки вместо 12 месяцев, я бы тоже их предлагал. К тому же, конкурент предлагал эскалатор, что приходилось сделать и мне. Все это были защитные решения, которые я должен был принимать. То есть он подавал мне мяч, и я должен был отбить его, независимо от того, была ли подача хорошая или нет. Но в инвестициях нет такого понятия, как страйк. Вы можете стоять на одной точке и стараться отбивать все мячи, но вы не станете богатым. Потому что вы будете думать о каждой подаче. И лучше отбивать только то, где у вас будет достаточная уверенность в том, что вы точно не промахнетесь. В наши дни покупка бизнеса на Уолл-стрит настолько проста, что вы можете купить любой бизнес 10 часов, а продать его в 10.05, и стать владельцем General Electric в 10.10. Вся эта легкость, с которой это можно сделать, заставляет людей делать много действий, которые не имеют особого смысла. Но большая часть состояний была сделана на относительно небольшом количестве ценных бумаг теми, кто долго держал свои акции, и теми, кто хорошо понимал, что они делают. Мистер Баффет, вы инвестируете в компании с менеджерами, которые, по вашим словам, вам нравятся. Вы доверяете и восхищаетесь ими. И я хотел бы узнать, кто вам нравится, кому вы доверяете и кем восхищаетесь в наши дни в сфере бизнеса и политики. Спасибо. Ну, в бизнесе я могу сказать вам, что там нет никого, кем я восхищаюсь больше, чем главным исполнительным директором Capital Cities, Томом Мёрфи. Также я восхищаюсь с Роберто Грейм из Швеции и Доном Кианом, которые недавно ушли на пенсию. Но они были одной из величайших комбинаций двух менеджеров в истории бизнеса. Работая в Coca-Cola, они подняли рыночную стоимость бизнеса с 5 миллиардов до 60 миллиардов за 11 лет. Такой же комбинацией были Том Мёрфи и Дэн Бёрк. Есть еще бизнес, где я вообще ничего не понимаю, но им занимается Билл Гейтс. Я знаю его лично и думаю, что он невероятный бизнесмен. Так что... Я верю в работу только с теми людьми, которые мне нравятся. Я имею в виду, что у меня у самого очень маленький офис, и в нем работают 10 или 11 человек. Я думаю, что это сумасшествие. Браться за работу или работать с людьми, от которых у тебя скручивает желудок, и из-за которых ты не спишь по ночам и все такое. И если у вас есть такая работа, то подумайте о том, чтобы сменить ее. Обычно я говорю, что работать с людьми, которые вам не нравятся в бизнесе, это все равно, что жениться ради денег, что, вероятно, само по себе плохая идея при любых обстоятельствах. Но это большее безумие, если вы уже богаты. Так что... Я просто работаю с людьми, которые мне нравятся, и даже отплясываю чечетку каждый день по дороге на работу. Потому что я работаю с людьми, которые, как мне кажется, потрясающие, и я восхищаюсь ими. Недавно я выступал с докладом перед студентами Гарварда, и один студент спросил меня, знаете, на кого я должен работать? И я сказал, что ему нужно пойти и работать на того, кем он больше всего восхищается. И примерно через две недели мне позвонил декан и сказал, что ты такого сказал этим детям? Сейчас же они все станут самозанятыми. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции Бёрдж и Хэтуэй в настоящее время продаются дороже всех. Когда мистер Баффет был в Чаппелл-Хилл в октябре 1994 года, акции торговались по цене около 20 тысяч долларов за акцию. После того, как был опубликован бестселлер о Уоррене Баффете, цена акции поднялась выше 25 тысяч долларов в начале 1995 года. Впереди еще много хороших вопросов, поэтому я напоминаю вам, чтобы вы поставили лайк под этим видео и подписались на канал, если еще не подписаны. Мистер Баффет, я бы с удовольствием купил акцию Бёрдж и Хэтуэй, но, к сожалению, мой денежный поток немного ограничен, как, в принципе, моя кредитная линия. Вы не рассматриваете возможность дробления акций? Да, меня иногда спрашивают об этом. У меня есть своя философия в отношении акционеров. По сути, если вы являетесь публичной компанией, то любой желающий может стать вашим партнером по бизнесу. То есть, если бы я собирался принять решение построить здесь мотель или открыть мини-завод по производству стали, то я мог бы пригласить 10 или 12 человек стать моими партнерами. Но это случилось бы лишь в том случае, если бы я был уверен, что они совместимы со мной, потому что я выберу их, а они выберут меня. В частном бизнесе или частном партнерстве вы должны иметь хорошее отношение между всеми владельцами, потому что у них есть возможность сесть и решить, что кто-то не хочет или хочет с кем-то связываться. Но в публичной компании любой может купить или продать какую-либо долю, то есть партнером может стать любой. И в этом плане им может стать тот, кто имеет больше денег, который, как вы упомянули, иногда является ограничивающим фактором. Но в Бёркше я хочу привлечь как акционеров, так и моих партнеров, которые имеют те же ожидания, те же временные горизонты и те же методы оценки, что и у меня. То есть это безумие начинать бизнес с кем-то, у кого совершенно другие ожидания, чем у вас. Так что единственный способ, которым я могу повлиять на это, поскольку любой может купить этот бизнес, это моя стратегия и коммуникация. Я буду стараться следовать моему курсу и постараюсь общаться с людьми, которые являются моими партнерами или моими потенциальными партнерами. Чтобы правильные люди с точки зрения ожиданий, я не имею в виду, что правильные люди — это обязательно те, которых вы хотите видеть на коктейльной вечеринке или что-то в этом роде, но я говорю про тех людей, которые будут счастливы, когда я буду доволен результатами, и мы будем несчастны, когда я буду несчастен больше всего на свете. Мы могли бы повесить табличку снаружи этого зала сегодня вечером и написать на ней рок-концерт, и у нас была бы одна публика. Но мы могли бы написать там балет, и тогда к нам пришли бы совсем другие люди. Да, обе эти аудитории хороши, но это ужасная ошибка — устраивать рок-концерт, если вы рассчитываете на публику, которой нравится балет, или наоборот. И единственный способ привлечь вбёркших этого и тех людей, которых я ищу, является общение с людьми и наша политика. Разделение акций — это относительно незначительный пункт в этом. Но, по сути, я предпочёл бы, чтобы люди были владельцами акций, которыми они собираются владеть до конца своей жизни. В идеале я не хочу, чтобы кто-то говорил о продаже на следующей неделе или в следующем месяце, или даже в следующем году. Да, может, потом они передумают, и это нормально, но я действительно хочу, чтобы они заключили партнёрство со мной до конца своих дней. Но если люди покупают акции, потому что они рассчитывают на дробление 50 к 1, или из-за того, что они думают, что прибыль в следующем квартале будет выше, или что-то вроде того, то в этом нет ничего плохого. Но они изменят своё мнение после того, как только попадут в зал, и они будут думать, это не то, где я хотел бы быть, а все места уже будут заняты. Но такова природа фондового рынка. Все акции General Motors или Bershie Hathaway или General Electric будут принадлежать кому-то. И, на мой взгляд, имеет смысл следовать политике, которая привлекает людей, которые сами по себе настолько близки к вам по целям и ожиданиям, насколько это возможно. Мы устранили некоторых людей, которых мы не хотели бы исключать. Мы также устранили всех людей, которые в основном заинтересованы лишь в трейдинге нашими акциями. У нас осталась очень хорошая группа людей, с моей точки зрения. Но Нью-Йоркская фондовая биржа не в восторге от этого. Потому что мы, вероятно, как я знаю, имеем самый низкий оборот акций относительно капитализации любой другой компании на бирже. Для меня это потрясающе. Я имею в виду, если бы у меня был клуб, или если бы я проповедовал в церкви, я бы не измерял свой успех тем, как часто меняются мои прихожане. Мне бы очень понравилось, если бы никто не хотел покидать свои места, и чтобы все места в церкви были заняты, дабы не пришел кто-нибудь другой. А не могли бы вы поделиться с нами историей об одной из самых неудачных ваших инвестиций? И, может быть, вы поняли, почему она была неудачной? Какие уроки из этого извлекли, которые могут помочь нам в будущем? Спасибо. Я совершаю больше ошибок, когда у меня есть много денег. Я думаю, что моя острота принятия решений складывается или исчезает с появлением еще большего количества денег. Потому что я просто думаю, что это связано с большим желанием сделать что-то, когда у тебя есть наличные, чем если бы вам приходилось что-то продать или даже занять деньги. Хотя в Бёркше мы не очень-то любим этим заниматься. Так что я бы сказал, что это был один из причинно-следственных факторов на протяжении многих лет. Но, к счастью, большую часть времени у меня не было много кэша. Так что это было несерьезной проблемой, но это заставило меня... Знаете, мне хотелось бы думать, что именно это стало главной причиной ошибки, хотя, возможно, это просто была глупость в то время. Что самое интересное, я провел исследование еще тогда, когда руководил партнерством со всеми нашими крупными инвестициями. И я думаю, что мы, как правило, не несем больших потерь по отношению к капиталу. И самая большая ошибка, которую я совершил в партнерстве или в Бёркше, вероятно, составляла 2% от чистой стоимости. Так что природа не делать очень много каких-то вещей и осторожно к ним относиться, вероятно, убережет вас от совершения больших ошибок. Но наследники бездействия — это те, на ком лежит большой грех. И несколько лет назад в годовом письме я написал про одну вещь, которая называется «Ошибкой года». Да, я умудряюсь придумывать одну каждый год. К примеру, я хотел начать скупать акции Фенни Мэй где-то еще в 1988 году или около того. И была одна причина, из-за которой я не сделал этого. Я просто не довел дело до конца. Мы бы заработали на этом около полутора миллиардов долларов, но вместо этого мы заработали около пяти миллионов. Это те ошибки, которые у вас есть, но вы их не видите. Но в нашем случае нечто большее, чем просто ошибки. Мы владели пятью процентами акций компании Уолта Дисней в 66-м году. А вся компания Дисней в 66-м продавалась за 80 миллионов долларов без единого долга. Всего 4 миллиона долларов дали нам 5% компании. А они потратили 17 миллионов на то, чтобы построить парк с пиратской тематикой. В 66-м году компания продавалась меньше в пять раз по сравнению с аттракционами. У них было так много аттракционов. Я имею в виду, что это было так дешево. Я помню этот нокаут для Уолл-стрит, когда Дисней заработала много денег в тот год. Им в этом помогла Мэри Поппинс, а на следующий год ничего не было. Я помню, как я ходил на Мэри Поппинс, театр на Бродвее, около 45-й улицы, где-то в 2 часа дня. И я был немного навеселее и все такое. Я собирался увидеть Мэри Поппинс и подошел к этой женщине в будке на кассе. И сказал, что у меня где-то здесь есть ребенок. Я собирался посмотреть, можно ли использовать эту шутку снова и снова в будущем. На тот момент у Дисней было около 200 фильмов того или иного рода и 300 акров земли с Диснейлендом, привлекавших в то время 9 миллионов человек в год. И все это место продавалось за 80 миллионов долларов. Так что мы купили 5% за 4 миллиона долларов, и отличная новость в том, что мы продали эти 5% за 6 миллионов примерно год спустя. А сейчас, в 96-м году, эти 5% стоили бы около миллиарда. Но вы не видите этого, и обычный бухгалтерский учет не заметит этого. Вот своего рода ошибка, которую я совершил. Скажите, что побудило вас сделать инвестиции в американскую авиакомпанию US Air, учитывая тот факт, что это очень конкурентная индустрия, непрозрачная, и ее очень нелегко понять? Что ж, я думаю, что лучший ответ — это временное помешательство. Тот человек, который управляет US Air, просто замечательный парень. И так уж получилось, что он оказался в чрезвычайно сложном бизнесе. И самое интересное, что я... На самом деле, я написал кое-что для книги Грэма в начале 70-х о том, что авиационный бизнес был самым трудным бизнесом. И, конечно, интересно то, что если вы вернетесь в город Киттихоук в те времена, когда братья Райт совершали свой первый полет, чистый бизнес авиаперевозок в Соединенных Штатах не зарабатывал никаких денег. Просто подумайте, если бы вы вдруг были там и видели, как этот парень поднимается вверх, и вдруг вас озарит видение, что когда-нибудь десятки миллионов людей будут летать по всему миру, и, о боже, это то, во что я должен вкладываться. Но несмотря на то, что вкладываются миллиарды и миллиарды долларов, чистая прибыль для владельцев от участия во всей авиационной отрасли, если, конечно, у вас много денег для того, чтобы владеть всем этим, меньше нуля. Если бы эти владельцы были капиталистами, то эти парни должны были пристрелить Райта. Я имею в виду один маленький шаг для человечества и один огромный шаг назад для капитализма. Но в любом случае наступает 89-й год, у меня много наличных денег, и никто не вводил меня в заблуждение ни в коем случае. То есть это на 100% мое решение. И я вложил в него свои деньги. Там был Сет Шофилд, это лучший менеджер и человек в одном. Вам просто не найти другого. Он в большей степени работает с доходами, основанными на рыночных факторах, и затратами, не основанными на рыночных факторах. Вот он рецепт для больших проблем. Так что у меня теперь есть номер 8800, и если у меня возникает желание купить новые акции авиакомпаний, я набираю этот номер и говорю, что «Меня зовут Уоррен, я авиаголик», а потом этот парень уговаривает или успокаивает меня на другом конце линии. Вы уже на середине ролика, а кажется, до сих пор не поставили лайк. Подход Уоррена Баффета к инвестированию избавляет от необходимости предсказывать, куда пойдет фондовый рынок. Он просто не обращает на это внимания. И в следующем разделе вы увидите, почему, а также узнаете, почему он рассматривает возможность владения акциями наиболее подходящим вариантом владения компаний. Кроме того, Уоррен ответит на вопрос у студентов о последних тенденциях в банковской отрасли и об инвестировании за пределами США. Я никогда не думаю о том, куда будет двигаться фондовый рынок. Потому что если бы Уолт Дисней пришел ко мне в 66 году и сказал бы, а на тот момент Дисней была частной компанией, не хотели бы выкупить 5% моей компании за 4 миллиона долларов, то я не стал бы думать о том, что будет с фондовым рынком. Я бы подумал о том, что компания Уолта Дисней собирается сделать со временем. И если бы в 1988 году Роберто Гиссуэто пришел бы ко мне и сказал, что при условии, что Кока-Кола была частной компанией, не хотели бы выкупить 6 небольшим процентов компании Кока-Кола за миллиард долларов, то, вы знаете, я бы взглянул на компанию Кока-Кола. Так что, если что-то мне кажется разумным, я не собираюсь отказываться от этого только потому, что у меня или у кого-то еще есть какое-то мнение о фондовом рынке. И если бы Алан Гринспен подошел и прошептал мне на ухо, что облигации собираются делать то и это, а потом еще и акции сделают вот так вот, то я бы не обратил на это никакого внимания. И это не потому, что я не уважаю Алан Гринспена. Я просто не собираюсь продавать то, что я выбрал, потому что умею это делать, из-за чужого мнения о том, что я делать не умею. И я не знаю, как предсказывать фондовый рынок, я не знаю, как предсказывать процентные ставки, и я не знаю, как предсказывать работу бизнеса. Все, что я знаю, это то, что если я куплю правильный вид бизнеса по правильной цене, с правильными людьми, то со временем меня ждет успех. В работе с акциями очень трудно сказать, когда что-то произойдет, но очень легко узнать, что произойдет. Мы купили Сиз Кэндис в 70-м году, когда про них мало кто знал здесь, на Восточном побережье. Но это были очень распространенные шоколадные конфеты в фирменных коробочках на Западном побережье. И так случилось, что внук основательницы хотел продать мне компанию. Я бы не стал думать о том, как рынок отреагирует на то, что я хочу купить Сиз Кэндис, но я подумал о том, сможем ли мы затмить сладости Рассел Стовер, или о том, сможем ли мы периодически поднимать цены по ходу дела. Насколько сильна их власть над людьми, которые обожают шоколад на Западе. И если я так отношусь к покупке 100% доли в каком-то бизнесе, как Сиз Кэндис, например, то таким же будет и мое отношение к покупке 6% такого бизнеса, как Кока-Кола. Другими словами, с какой стати я должен упускать такой шанс? Кока-Кола вышла на биржу в 1919 или 2020 году по 40 долларов за акцию. Семья Кэндлер продала их, я думаю, что через JP Morgan, компании-предшественника и трастовую компанию, Джорджии, которая теперь является частью Сан Траст. Комиссия составила около 200 тысяч долларов, за это 25-миллионное предложение. JP Morgan получили свою комиссию наличными, а трастовая компания Джорджия взяла их акциями. Так что вы увидите в балансовом отчете Trust Company of Georgia небольшую часть инвестиций в Кока-Кола, где написана стоимость в 110 тысяч долларов, которые сейчас составляют чуть больше миллиарда долларов. Поэтому, независимо от того, будет ли фондовый рынок расти или падать, я знаю, что между этими промежутками будут моменты, когда нужно будет предпринять разумные действия. И если вы видите такой момент и знаете, что нужно сделать, то обязательно делайте это. С вашей точки зрения, в чем разница между инвестированием в компанию целиком, например, как Сискэндис, по сравнению с инвестированием в часть компаний, как, например, в Кока-Кола? Разница гораздо меньше, чем многие себе представляют, на мой взгляд. Если я владею всей компанией Сискэндис в Бёркшей Хэтэвэй, и мы хотим сменить менеджмент компании, то мы можем это сделать. Но на самом деле, в первую очередь, я не хочу влезать в дела руководства, которые нам нужно изменить. Я имею в виду, что если бы я хотел купить Сискэндис целиком, но при этом понимал, что мне нужно сменить полностью все руководство, то я бы не стал совершать покупку, потому что не хотел бы этим заниматься. Я вообще ничего не смыслю в производстве шоколада. Поэтому я хочу найти компанию с уже устоявшимся и хорошим руководством. Но в целом, если у вас есть проблемы с правлением, и вы владеете компанией целиком, то в любой момент вы можете поменять его. Также верно, что вы можете забрать заработанные прибыли из бизнеса, которые вы контролируете на все 100%, и вы можете решить, как лучше всего распределить получившийся капитал. И это является для нас огромным преимуществом. Если, например, какая-нибудь компания X, с которой мы владеем, всего на 5% захочет пойти и купить киностудию, или сделать что-нибудь еще, то у них есть полное право на это. И при прочих равных условиях, и даже неравных условиях, я все же предпочел бы распределить все имеющиеся средства компании, которые мы владеем на все 100%. Так что это является для нас огромным преимуществом. Но все же гораздо важнее иметь замечательный бизнес с хорошим менеджментом, чем иметь небольшое дополнительное преимущество в виде возможности сменить руководство. На самом деле, для меня нет такой большой разницы во владении хорошим бизнесом частично или во владении бизнесом целиком. Главное преимущество в Бергшей в том, что у нас есть вся гибкость ума, и все, что мы делаем, это пытаемся понять, как вложить наш капитал в хороший бизнес. Мы не занимаемся сталилитейным бизнесом как таковым. Мы не занимаемся обувным как таковым. Мы не занимаемся ни одной из перечисленных индустрий. Мы, как вы знаете, крупная страховая компания, но мы не занимаемся страхованием. У нас нет мышления, которое говорит, что мы должны идти только по этому пути, но мы можем взять капитал и направить его в предприятие, которое имеет смысл вкладываться, и это наше преимущество. И поскольку мы не занимаемся только одним типом бизнеса, у меня есть преимущество в том, что я немного отстранен в работе с ними. Возможно, поэтому я и задаюсь вопросом, а разумно ли это? Но, по крайней мере, я должен быть объективен в отношении банковской консолидации, а она будет продолжаться во все больших масштабах. И большинство менеджеров любят расти, и им нравится расти разумно в этом плане. Но если они не смогут сделать этого, то они также готовы расти другими способами. Каждый год American Banker, который является ежегодным банковским изданием, каждый год перечисляет список 13 или 14 тысяч различных банков по размеру. Они не перечисляют их по прибыльности. В первой сотне они показывают фотографии руководителей. И я думаю, что это, вероятно, имеет некий эффект. Если вы начинаете оценивать себя размерами, которые измеряются активами, но активы всегда уравновешиваются с обязательствами, и в этой странной бухгалтерской конвенции это единственный бизнес в мире, где люди хвастаются тем, сколько они должны. Они, к примеру, говорят, у меня есть банк на 100 миллиардов долларов, что значит, что они близки к 100 миллиардам обязательств. Но я не вижу среди банков... Я смотрю на экономию за счет масштаба за пределами определенных точек. Всегда есть преимущество быть доминирующим на рынке. Но я не уверен, что если у вас есть 200 миллиардов, разбросанных по всей стране, и 15-процентная доля рынка, то у вас будет бизнес лучше, чем у парня, у которого 30% рынка в Рокфорде, штат Иллинойс. Мы владели банком в Рокфорде, штат Иллинойс, который зарабатывал 2% на активах после уплаты налогов, и был консервативен во всех отношениях. Но этот банк заработал бы меньше денег, как часть более крупного учреждения, я в этом убежден. Поэтому я не вижу больших преимуществ для акционеров в плане крупного расширения банков. Я не говорю, что это все ошибка, потому что я видел несколько хороших достижений. К примеру, Уэллс Фарго сделала потрясающее приобретение недвижимости несколько лет назад. Но я думаю, что это будет продолжаться, и я думаю, что акционерам частных банков повезет немного больше, чем акционерам банков-приобретателей. Не могли бы вы прокомментировать вашу точку зрения об инвестициях за пределами США? И в частности, я хотел бы узнать ваше мнение о том, как вы будете хеджировать валютные риски. Да, знаете, Джилетт зарабатывает около 2 трети своих денег за пределами Соединенных Штатов. И нам принадлежит около 11% акций Джилетт. А Кока-Кола зарабатывает более 80% выручки за пределами США. И нам принадлежит около 7,7% акций компаний. Нам нравятся такие компании, которые могут преуспеть на международных рынках и в особенности на еще не освоенных рынках. Купили бы мы Кока-Колу, если бы вместо того, чтобы располагаться в Атланте, она была бы в Лондоне или Амстердаме или где-нибудь там еще. Ответ, конечно, да. Возможно, только мне бы захотелось ее купить в чуть меньшем количестве. Потому что на решение влияют нюансы корпоративного государственного регулирования, другие налоговые факторы, отношения с местными капиталистами и прочее, что могло быть мне не совсем понятным, если компания в Англии, а я в США. Поэтому я больше предпочитаю вкладываться в компании Америки, чем в компании других стран. Но я также предпочитаю предприятия с высокой доходностью на их собственный капитал. Поэтому мы будем искать хороший бизнес где угодно. Мне легче найти их в США, так как я лучше разбираюсь в бухгалтерском учете, я лучше понимаю предположительное будущее компании здесь, чем в других странах. И с другой стороны, американский фондовый рынок — это рынок в 5 триллионов долларов. И если я не могу заработать на рынке с капитализацией в 5 триллионов долларов, то, знаете, это... Это немного похоже на выдачу желаемого за действительное. Думать, что все, что мне нужно сделать, это уехать за несколько тысяч миль, где я смогу проявить себя. Вы с мистером Мангером уже давно говорили о франчайзинговой ценности бизнеса. И мне просто любопытно, в каких областях, по вашему мнению, есть ценность франшизы прямо сейчас? Что ж, стоимость франшизы. Реальная проверка состоит в следующем. Если у вас есть определенный товар, но у вашего конкурента есть что-то похожее, то что же купит покупатель, который просто случайно зашел в магазин через дорогу? К примеру, если вы зайдете в магазин и скажете, что вам нужен батончик Hershey's, а вам в магазине ответят, что у них его нет, но есть какая-то плитка шоколада, которую рекомендует владелец магазина. В результате вы пойдете на другую сторону улицы, чтобы купить батончик Hershey's, и вы решите заплатить за него больше, чем за ту незнакомую плитку шоколада. И это действие франшизы и сила бренда. И вы должны удерживать это в умах людей. Когда мы покупали Сиз Кэндис, это были конфеты, которые продавались за 1,95$ за полкило. И вопрос был в том, будут ли люди платить больше за эти конфеты с течением времени, поскольку шли годы и имела место инфляция. И правда состоит в том, что если люди считают, что эти конфеты самые лучшие, то вы преуспеете в таком бизнесе. Франшиза у них в голове. Я имею в виду, это их опыт. К примеру, если парень впервые вручил эту коробку конфет своей девушке, после чего она поцеловала его, а могла бы дать пощечину, если бы он купил и конфеты нашего конкурента. И знаете, что этот же парень не пойдет домой в День Святого Валентина и не скажет, «Дорогая, вот килограмм конфет, я купил их по акции». Я имею в виду, что это так не работает. Так что если у вас есть отличный продукт, к примеру, жевательная резинка Риглис, или что-либо еще, то люди платят вам за вкус, вам платят за воспоминания и образы, которые появляются у покупателей в голове при каждом упоминании вашего продукта. Возможно, вам платят за доступность услуги или за другие вещи. Но все это создает бренд и франшиза. Но тогда возникает вопрос, насколько она долговечна и насколько она велика. И я говорю, что франшиза похожа на ров вокруг вашего экономического замка. Насколько большой ваш замок? Замок Кока-Колы большой. Замок Сискэнди не очень большой. Но вокруг обоих есть ров. И этот ров может размываться плохим сервисом или углубляться хорошим, основанным на обучении сотрудников, исследованиях и многих других факторах. Я имею в виду, что есть много разных способов, чтобы сделать ров вашего замка все больше и запустить туда пираньи или даже крокодилов. Вам нужен ров в бизнесе для того, чтобы защитить вас от какого-нибудь парня, который придет и предпочтет купить что-нибудь подешевле, чем ваша продукция. Вот что мы ищем в любом бизнесе. Да, вы не найдете это в углеродистой стали, и вы знаете, вы не найдете это в интегрированной нефтяной компании или в поглощенной компании, по всей вероятности. Но вы обнаружите, что вам и не нужно много искать. Достаточно малого. Если у вас есть 10 хороших идей, вы можете позволить себе раздать 5 из них, потому что вы и так станете очень богатым с небольшим количеством хороших идей. Боже, что здесь написано? Каждый год акционеры Бёркши Хэтэвэй с нетерпением ждут годовой отчет, потому что мистер Баффетт пишет его сам. Часть отчета, а именно письмо председателя Совета Директоров, стало широко цитируемым источником деловых советов. На самом деле, весь отчет настолько удобо читаем, что его приводят в качестве образца того, как должны писаться финансовые отчеты. В следующем отрывке мы узнаем, почему Бёркши Хэтэвэй может быть менее успешной в будущем и услышим мнение о богатстве, передающемся по наследству. Если вы понимаете идею и не можете выразить ее другим людям, то вы не до конца ее поняли. Это интересно, верно? Я обнаружил, что каждый год, когда я пишу отчет, я сталкиваюсь с такими блоками. И этот блок возникает не потому, что у меня закончился словарный запас, а потому, что я еще сам не разобрался в этом. И нет ничего лучше, чем писать, чтобы заставить себя думать и разбираться в своих мыслях. Если вы хотите донести что-то другим инвесторам, совладельцам или кому бы то ни было, то вполне возможно это сделать. Я имею в виду, вы, вероятно, увидите много улучшений в этой области. То же самое касается и бухгалтерских примечаний. Я имею в виду, что я получаю много бухгалтерских сносок, которые с трудом поддаются моему пониманию. Мне трудно понять то, что робот не хотел, чтобы я понимал это. Нет ничего невозможного в том, чтобы написать пояснение, объясняющее отсроченные затраты на приобретение и страхование жизни и все такое прочее. Вы можете написать так, чтобы люди могли это понять. Но если это написано так, что вы не можете ничего понять, то это сразу вызывает подозрения. Знаете, я бы не стал инвестировать в компанию, где не могу понять даже бухгалтерские примечания, потому что я знаю, что они не хотят, чтобы я их понял. Чем больше объем капитала, с которым мы работаем в первый год, тем хуже мы будем работать при прочих равных условиях с точки зрения процентной доходности собственного капитала. Я говорю об этом нашим акционерам уже много лет. И причина этого очень проста. Когда я начинал с 10 тысяч долларов, любая ценная бумага в Соединенных Штатах, которую я мог найти, которая казалась дешевой, могла бы оказать значительное влияние на эту сумму капитала. А сейчас, если мы найдем то, во что мы можем вложить 100 миллионов долларов, и мы можем получить с этого 50%, а это 50 миллионов долларов до уплаты налогов, то есть примерно 32,5 миллиона долларов, то это будет 0,3% от чистой стоимости нашего капитала. Нужны очень масштабные идеи, чтобы оказать влияние. И наша вселенная инвестиционного потенциала сократилась. И предприятия, которые мы можем купить напрямую, сократились по мере того, как наш капитал становился больше. Мы дошли до того, что наша вселенная стала очень и очень мала, и наша прибыль не может быть такой же хорошей в будущем, как и в прошлом, когда я начинал. Я просматривал Moody's и Standard & Poor's, страницу за страницей, каждую страницу. Я просто просматривал компании и обнаружил, что Western Insurance Security продаются по цене в два раза больше прибыли, или National American Insurance, продающаяся в два раза дороже. Я нашел коммунальное предприятие Genesey в Нью-Йорк, продающееся меньше, чем ее прибыль в два раза. Это было просто перелистыванием страниц. Но я мог вложить в эти предприятия только 5, 10 или 50 тысяч долларов. У них все еще есть возможность, возможно, удвоить мой собственный капитал или что-то в этом роде. Возможно, даже больше. Но все это было бы бесполезно делать в Бергшир. Так что большие деньги — это бремя. Но у них есть другие преимущества. Я читал, что вы не собираетесь обременять своих детей состоянием, которое вы накопили. Это не то слово, которое они используют, но да, вы уловили идею. Я просто хотел, чтобы вы поделились несколькими словами мудрости о семье и дисциплинировании детей в отношении денег. Что ж, я сам считаю, что взял эту идею у кого-то другого. Если у вас много денег, вы должны оставить своим детям достаточно денег, чтобы они могли делать что угодно, но недостаточно, чтобы они не могли ничего не делать. И я думаю, что в этом есть определенная социальная справедливость. И кроме того, я считаю, что в совокупности это, вероятно, лучшее для развития личности, хотя и может быть много исключений. Но я использовал аналогию. Я просто сталкиваюсь с людьми в загородных клубах, которые говорят, «Разве это не ужасно для тех людей, которые находятся на пособии, получать талоны на продукты?» Ведь потом это создает цикл зависимости, и появляются получатели пособий во втором поколении, потому что они привыкли получать продовольственные талоны от различных служб. И они никогда не задумывались о том, что унаследованное богатство — это, по сути, пожизненный запас талонов на еду, выданный через доверенное лицо, а не через работника социальной службы. Они никогда не задумывались о том, что изнурительный эффект этого похож на то, что, представьте, вы проснулись в возрасте 10 секунд и сразу же узнали, что вам никогда не придется работать. И сравните это с кем-то, у кого, вероятно, есть пара детей, с которыми они не знают, что делать, и у них полно собственных проблем. Лично я думаю, что это общество несет ответственность за очень значительный процент того, что я заработал. Я имею в виду, что если вы засунете меня в центр Бангладеша или в Перу, или куда-нибудь еще, то вы узнаете, как много даст этот талант на неподходящей почве. Да я просто буду бороться за жизнь 30 лет спустя. Так что общество, рыночная система, в которой я работаю, вознаграждает то, чем я занимаюсь, очень хорошо. Непропорционально хорошо, даже я бы сказал. Вы знаете, Майк Тайсон делал то же самое. Он может нокаутировать парня за 10 секунд и заработать за это 10 миллионов. Этот мир много платит за это. А если же вы чудесный учитель, этот мир не будет платить за это много. Если вы потрясающая медсестра, этот мир также не будет платить вам за это много. Собираюсь ли я попытаться придумать какую-нибудь сопоставимую худшую систему, которая каким-то образом распределяет это? Нет, я не думаю, что и вы сможете это сделать. Но я думаю, что когда к вам очень хорошо относится рыночная система, или, по сути, остальная часть общества осыпает вас товарами и услугами, или возможностью покупать товары и услуги из-за какого-то особого таланта, то, к примеру, если у вас нет аденоидов, и вы умеете петь, и все будут платить вам огромные суммы, чтобы вы были на телевидении или где-то там еще, я думаю, что общество должно иметь большие права на это. Вам повезло быть ребенком кого-то, кто находится в таком положении. Я думаю, что общество должно больше претендовать на все это богатство, ведь если вам посчастливилось быть ребенком кого-то с высоким статусом, я думаю, что лишать их наследства подчистую будет большой ошибкой. Но я также думаю, что дать им возможности, чтобы, по сути, у них был пожизненный запас требований на производство других людей, также будет большой ошибкой. Я думаю, мои дети будут рады прийти и опровергнуть это на следующей неделе. Друзья, большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я всегда рад вашим комментариям, вопросам и словам поддержки. Вы можете поддержать наш канал, купив мою книгу «Виктория и магия сложного процента», которую вы найдете в крупных магазинах страны. Это полезное и увлекательное приключение, которое станет отличным подарком не только для детей, но и для взрослых. Ссылка на ознакомительный фрагмент в описании к этому ролику. Всем пока!